К сожалению, сейчас у власти имущих, по крайней мере, нынешних, действительно отношение к науке совершенно другое. Уважения особого мы не видим. Слава Богу, последние лет 5-7, даже 7-8 лет тому назад начали говорить хотя бы слова о том, что наука нашей стране нужна, что без нее нашей стране будет очень тяжело. Но решительных шагов, которые выражаются в первую очередь в финансировании, в принятии соответствующих законов или поправок к законам, которые стимулировали бы частный бизнес, вкладывать средства в науку, соответствующих законодательных норм, которые упрощали бы ученым жизнь, но как с расходованием средств, мы не видим. Именно это и заставляет нас, к сожалению, заниматься вот тем, чем мы сейчас занимаемся. Люди вынуждены отрываться от работы. Ученым, как вы сами понимаете, не свойственно проводить митинги. Но что делать? Другого выхода нет. Все эти люди, которые пришли сюда, мы должны поддержать. Все мы знаем, с какими проблемами мы столкнулись с ученым в нашем стране. Помимо хронического недофинансирования, о котором все говорят, конечно, помимо этого есть еще одна огромная проблема. Это то, что деньги, которые мы уже получили по конкурсам, которые нам доверили тратить, мы не можем потратить нормально. Все узнают, что есть 94-й генеральный закон, который, в принципе, конечно, является антикоррупционным законом. Он был придуман для того, чтобы помешать, оставлять, не чистым на руку людям расходовать государственные средства на то, на что не нужно. Мы вынуждены из-за этого закона тратить так, что мы иногда по полгода вынуждены ждать реактивов, материалов, каких-то приборов, причем независимо от цены этих приборов и реактивов. Мы просто не успеваем потратить эти деньги. При принятии ПЗ-94 наверняка широко использовались аргументы в пользу того, что это приведет к экономии бюджетных средств. Если таким образом экономить бюджетные средства на науке, то мы можем получить ту же самую ситуацию, которая получилась от экономии бюджетных средств на лесниках. В прошлом году мы получили от этого многочисленные пожары, горели деревни, а Москва задыхалась в дну. Здесь вот роль науки все-таки должна быть гораздо больше, чем она пока проявляется. А в ответ на аргументы, на вопросы о том, на требования, что нужно увеличить финансирование науки, на всех этажей пирамиды власти раздаются слова о том, что денег нет, мы не можем взять учителей, отдать их вам и так далее, и так далее. Это явное лукавство, если не говорить более грубых слов. Деньги есть. В одной коррупционной сфере вращается наверняка сумма, сравнимая с бюджетом страны, и намного превосходящая бюджеты науки. Их только надо взять. А для этого нужно решить ли действия прежде всего власти, а не просто стимания самых высоких перцов по поводу того, что взяточники и коррупционеры, ну, совсем потеряли суть. Ну, главное, что мы сегодня вышли на эту акцию, не чтобы просить финансовым средствам. Мы хотим сказать, что мы знаем, где их можно достать. Вы знаете, сегодня очень много учебных заведений покупают различные инта, покупают дорогие какие-то иномарки. Я хотел бы вам зачитать небольшие списки их закупок. Вот, например, строительство зданий, которые производят, пытаются посудить Московский государственный медико-стоматологический университет. И его стоимость составляет 4 миллиарда 6 миллионов рублей. Уральский государственный экономический университет, который купил за 3 миллиона 750 тысяч рублей Лексус, в том числе Российская таможенная академия, которая приобрела 5 обопробили в этом году за 17 миллионов рублей. И дело в том, что таких покупок достаточно много. Надо прийти, потому что они коррупционные. Именно от научных исследований зависит, куда полетят наши ракеты, как будут исследоваться наши метра, и сколько наших граждан мы сможем вылечить от рака и других тяжелых заболеваний. Наши учёли — это средь нации и её будущей. И они не собирают чемоданы, чтобы уехать в поисках лучшей доли. Они ищут эффективные пути, чтобы помочь развитию нашей науки. И наше правительство обязано принять эти предложения. А что наши чиновники? У нас есть позиция министров и чиновников, которые очень часто любят обещать, а потом забывают о своих обещаниях. Их можно назвать одним главным словом — предительство. У нас есть правящая партия «Единая Россия», которая в состоянии принять любой закон. И скоро выборы. Было бы, наверное, полезно от имени учёных обратиться к ним с вопросами. Депутатам от «Единой России», кандидатам депутатов в Госдуму. Что они думают о требованиях учёных? И дальше донести то, что они скажут, да, всех. Чтобы всем делали свой выбор о том. Спасибо. Сегодня Митин проходит накануне выборов. Так давайте подумаем о том, чтобы не просто выпросить у партии «Единой России» очередные подачки, а подумать о том вообще, нужна ли нам такая партия в стране, которая уничтожает самый главный экономический, интеллектуальный и коммунитарный ресурс России. Делайте свои выводы! Крана большая, проблем много. И, в общем, понятно, что не до нас. Тем более, здорово, что сегодня столько разных собралось учёных разных поколений и сортов. необходимо собираться и доносить до государства существующие проблемы. Додвигать конструктивные требования. И сегодня, пожалуй, одна из первых, более-менее удачных и мощных походов это дело. Дорогие, время нашего митинга подходит к концу. Резолюцию проекта «Резолюции митинга» засчитает Сергей Дмитриев. Прошу вас. Спасибо. Я засчитаю резолюцию нашего митинга. Митинга учёных, аспирантов, аспирантов, аспирантов 2013 года. Представители высшего учебного заведения Института Российской Академии Наук, преподаватели, научные сотрудники, аспиранты и студенты констатируют, что сложившиеся в области конкурсного францирования науки положение дел являются совершенно неприемлемыми и не позволяют нормально вести исследовательскую работу. В этой связи участники предупредительного митинга обращаются в правительство Российской Федерации и в Государственную Думу Российской Федерации со следующими требованиями. Первое. Безотлогательно внести в Федеральный закон от 21 июля 2005 года 0.1994 по тракту, разрешающей расходование средств, полученных на проведение научно-исследовательских работ в виде грамотов, контрактов и хозяйственных договоров, без проведения стандартных конкурсных процедур, предусмотренных данным законом. Второе. Учесть специфику научной сферы в процессе ведущейся сейчас работы по совершенствованию законодательства. Давай сзади зайдем в Станин. Совершенствование проекта закона о федеральной контрактной системе. Третье. Внести изменения в проект закона о федеральной бюджете на 2012 год и плановый период 2013-2014 годов в части финансирования ведущих государственных научных фондов, Российского фонда фундаментальных исследований РППИ и Российского государственного гуманитарного научного фонда РГНФ наиболее эффективных и результативных среди всех государственных организаций ведущих конкурс на финансирование научных исследований. Установить на 2012 год объем финансирования РФФИ на уровне 10 миллиардов рублей РГНФ 1,5 миллиарда рублей А к 2014 году восстановить на кризисные нормативы финансирования фондов для РФФИ 6% от общих расходов федерального бюджета на гражданские исследования и разработки Для РГНФ 1% Участники митинга поручают организационному комитету направить в правительство РФ и Государственную Думу РФ Обращение за подписями всех общественных организаций, участников митинга, подготовленные на основе этой резолюции В случае, если эти требования не будут удовлетворены, все организации, ответственные за проведение предупредительной акции Намерены консолидированными силами продолжить и расширить протестные действия А также максимально широко донести информацию об игнорировании властями требований ученых до российской общественности За эту резолюцию прошу голосовать Удравляющая большинство резолюции митинга принята Надеемся, что власти нас услышат Если этого не произойдет, мы будем вынуждены снова просить выйти на аббасовую акцию Будем делать ее в значительно большем количестве Хотя место для этого нам предоставят совсем другое, наверное, на набережной системе Но я благодарю вас, пришедших сюда, в этот непогодный, тяжелый день Спасибо вам большое Спасибо вам большое Спасибо вам большое Спасибо вам большое Спасибо вам большое